продолжаем освещать события турнира по риму 2 турнир domination пара слов к участникам турниров я свой адрес оставил электронной почты шлите туда повторы потому что я там все написал вот и хотелось бы просто посмотреть как можно больше игроков охватить как можно больше игр осветить но по возможности по времени ну и прежде всего обращаюсь ко всем вообще игрокам и мне вот например хотелось посмотреть как алки мост сыграл свой матч так шалки мост если слышишь присылай повторы вообще это правило турнира если в чем и так на этом турнире у нас правило это тачанки и ценовские на этом турнире правило 4 одинаковых и я все ждал когда же случится этот момент с двумя слонами по моему момент видели да а вот с четырьмя тачанками не видели итак за и ценов идет у нас волфов и чкере противостоит им клейтон тоже кстати хотелось мне посмотреть как играет клейтон сейчас в рим насколько я помню в свое время он играл очень сильно в эту игру и поэтому хотелось бы поностальгировать все это дело посмотреть вспомнить итак всадники ветераны справа и слева за и ценов не самая крутая кава но тем не менее как бы она там уровень 600 монет стоит чуть меньше по моему 4 крестьянина новобранца само собой отряд копьеносцев замечательно отряд избранных мечников разукрашенные здесь вот ну разукрашенный что они ближним боем они славятся да у нас урон оружием урон оружием не такой но ближний бой у них достаточно высокий в брони только показатель низкий еще отряд избранных мечников пожалуйста два их три четыре и четыре тачанки в том числе и генерал ну обалдеть и противостоят и ценам у нас вузитаны это три и мерзких прашника хороший выбор это скутарь и копейщики замечательно 3 я наверно запущу потому что стопудово не всех видно также фланги у нас это иберские застрельщики пельтасты ветераны щитоносцы ветераны щитоносцы ну здесь какой-то вот пробел да я так понимаю лузитанская знать да и генерала мы не видим один отряд два еще отряда ветеранов щитоносцев то есть 1 2 ветеранов щитоносцев 3 4 повтор еще как бы вот такие реплеи да и видео зачастую иногда когда есть нарушение правил игроки иногда не замечают поскольку ну там сражения действительно не заметишь так еще один скутарь и копейщик 4 4 мерзкий прашник у нас 4 у нас кавы это конные скутарь и вот здесь вот еще один у нас стоит ну и гена а где гена 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 а вот он он гена до лузитанская знать отлично все все на месте ну и в принципе выбор тачанок за и ценов достаточно оправдан поскольку кавы такой уж прям совсем убойной да за лузитанов не берут вот броня здесь но посмотрите лузитанская знать куда самая крутая 45 броня ну в правом общем также как и здесь вот избранных мечников понятно она покруче броня там 75 здесь броня 45 поэтому ну и что тут сойдутся копья на копья и неужели тачанки просто вот так вот в прямую пойдут было бы интересно посмотреть в принципе они способны нанести вообще мощнейший дамаг а если вот так еще обойти ими это просто убийство будет вообще так 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 на левом фланге у нас конные скутари ну замечает это но одного то мало сейчас же пригреют нет 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 ну понятно видно что самое вот она 2 надеюсь копейщики пролазит пролазит да и сейчас завяжут их боем отряд избранных мечников ветеранов щитоносцев и этот отряд кипеносов сейчас я думаю все таки на левом фланге будет зарешено на правом кава в каву сходится ну и да все принципе можно тянуть в лобовую да посмотрите как действует волк он просто в прямую их бросает а там будь что будет да они же еще и стреляют тачанки товарищи копья кидают и все отходить поздно уже все уже кава вся завязана на флангах и сейчас эти тачанки они не как-то множество из масла но так чё нет то посмотрите они вообще насквозь прошли ничего себе это такой дамаг количественный просто все вот они прошли сейчас они обратно здесь спасает еще лузитанов что тут кусты какие-то вот эти вот а вот эти три то вообще просто ну тут как катком вообще просто-напросто прошлись эти тачанки ну понятно никто не ожидал ну что ж нет и вы посмотрите хумные скутерии то разобрали этих дьяволов короче здесь и слева и справа более но опять таки уже пехи не остается третий заход уже делают эти тачанки никто их остановить уже не может их только кава по большому счету и стрелки могут остановить и они уже четвертый заход делать то есть просто раскатывают вообще 124 18 другая 211 216 ну понятно сдулись они ну что не про канала да и ценам хоть и прошлись как катком и набили ого но все-таки фланги зарешали да стратегия на есть стратегия все-таки нету флангов извините никакие тачанки не помогут сколько там получилось четыре или пять лет заходов 76 и тем не менее но генерал погиб все-таки вот ошибка была брать генерала конечно же тачанку и дело светлое ну что ж клейтон молодец выставил против такого ада но с другой стороны у ценов как бы шансов там по большому счету против лузитанов может и 50 на 50 тем не менее несмотря на вот эти вот отряды до избранных мечников которые но более бронированные они до чем та же пеха у лузитана в принципе лузитаны ну как по мне они предпочтительнее все-таки вот эти вот ветераны щитоносцы посмотрите 153 на углу 124 164 лузитанская знать 157 ну понятно да даже эти это он по 40 по 60 кого замечательно отработала два папа за 72 по 50 зиберские застрельщики и те успели что-то уже там накидать видать пока вина кидали по почему кого-то и послевалась посмотрите но она реально послевалась раз-два-три ну пусть четыре даже но юнит то в принципе у и ценов там по 900 юнит что у нас избранные мечники до 2 замечательно сыграли прекрасно сыграли два разукрашенных из двух причем два из двух сыграли замечательно но все остальное извините до полторы пищи убил без 1200 убил потери полторы тысячи потери 1200 боли на один фиг короче лузитаны затаскивают ну что ж замечательно фланги выжила кава да несмотря на то что в центре нарубили да и лузитаны здесь нарубили нехило ну что ж кстати здесь интрига я не знаю как сыграли и по наверное если только зайти в форум да вот посмотреть как сыграли там но я вот например не знаю поэтому мне интереснее смотреть только что кстати спасибо волку за присланные повторы и так самое ущербное всех в этом пуле наверное это египет как ни странно бы это не звучало и так за парфию идет у нас волк но по его признанию он ох я наверно не вышел из стима то не вышел да по его признанию да самое лучшее что для него может быть это кайтинг то есть ему нравится больше всех вот в интервью там лица total war давайте пробежимся по составу парфи она и создана как бы кайте даже в роль генерал посмотрите знатные полные лучники берутся на правом фланге на левом наемные сарматские лучники а то есть два таких огромных подвижно как бы саланга по сути саланга центра восточные копейщики простецкие такие ребята у кори восточные восточные прожники до что парфянские пешие лучники и восточный баран и еще парфянские пешые ученики катафракты на верглюдах и восточные athlete千 и Здесь у нас на верблюдах, пугают они коней. Восточные катафракты, ну зеркальные у нас фланги, флангоцентры, скажем так. И противостоит Египет. Итак, правый фланг Египта это наемные копейщицы пуша. Кстати, баб брать прикольно. Они копейщики наобранцев со щитами, царские мечники в тораксах, обалдеть. Нубийские лучники тут. Раз, два, наемные радовские прашники. Два, три. Три наемных радовских прашника, один Нубийский лучник. Блин, ну что это в Риме-то? Не видно ничего вообще. Копейщики-щитоносцы, копейщики-щитоносцы, еще копейщики-щитоносцы, еще копейщики. Четыре копейщика-щитоносцы. Ага, а здесь ничего и нету. Вот. Ну тогда нужно повнимательнее. Мне интересно мечная составляющая Египта. Хотя я не думаю, что она принесет Египту здесь какие-то дивиденды. Итак, у нас мечники Галатская царская гвардия. Да, пожалуй, одни из самых крупных вообще в игре мечников. Да, я знаю, что тебя выбили, да. Ульда, это вам не просто так. Наемные копейщицы кушают опять-таки. Посмотрите, и броня у них в порядке, и натиск, и против Кавы, и в квадрат могут вставать. Что за гладиаторши за этих... Итак, у нас Галатская царская гвардия, Галатские мечники, еще одни Галатские мечники. И Кава, граждане... Ну, граждане-всадники, да. В принципе, там больше-то и нечего брать за Египет. Раз, два, три, четыре... Ну, пять. Пять арчей. Не знаю, хватит ли этого, чтобы отстреляться от парфи. Ну, понятно, как копейщики выходят вперед у нас здесь. Однозначно. Ну, начинается перестрелка, блин. Да, неплохо здесь начали стрелять египтяне. Ну, и разводятся две. Ну, тут что посоветуешь, когда вот так вот две? Оттачить нужно в сторону Гены. Как в этом человек-то понимающий. Ну, либо какой-то один фланг выбирать и одну какую-то составляющую из этих армий. И молиться, чтобы вторая в это время в тылах тебя полностью не расстреляла. Давайте маленько ускоримся. Да, загнать все равно не получится. Ну, вот правильно делает Клэттон. Да, он выстраивает, посмотрите, как копейщиков этих. И да, 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 да. И вот этой массой он пытается догнать соперника. Ну, может быть, стоит, да, как-то кавалерии поактивнее здесь. Хоть ее и немного, но попытаться как-то завязаться боем. Ну, да, то есть, вот некое подобие вот такого вот сооружения у Клэйтона. И он двигает. Двигается, двигается, двигается постоянно. И все-таки малыми силами здесь догоняет. Но это же малыми силами, да. Тут что у нас, граждане-всадники, попытка атаки парфянских пеших лучников не увенчалась. Она успехом. Катафракты чаржат бегущих копейщиков-щитоносцев. Да, ой, сливают их вообще прям махом-махом сливают. Нет, парфия, конечно, сильна. Египет. Я вообще подозреваю, что Египет, наверное, был взят Клэйтоном просто против парфи изгонять. Не знаю, как там было с контрпиками. Если что, напишите, парни. Но атак не удается. Основные силы-то у Клэйтона здесь оказались. А завязался он левым флангом, соответственно, против превосходящих сил противника. Соответственно, здесь как-то что-то предпринять. Ну, вот тоже можно двигать. Стоит. Зря стоят. Да, я понимаю, что здесь катафракты. Но в любом случае они же расстреливают. Эти товарищи стоят. Ну и поздно. Поздно-поздно. Ловят, ловят, ловят копейщики-щитоносцы. Но накатывают на них восточные катафракты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь у нас что? Опять копейщики сейчас будут сыпаться. Под восточным еще один отряд. Ну, здесь, понятно, превосходящие силы, не жалея, бросает бой. Ну, тут досталось. А, это восточные копейщики. Понятно. Это вообще просто мясной отряд остановить, пока будут стрелять стрелки. Ну и все равно. Исходя из тех обстоятельств, которые сложились на поле боя, очень грамотно действует Квейтон, в силу возможности вообще фракции и своей, ну, понятно, состава своего и состава соперника, разумеется. То есть все делает правильно и все равно слабее. Посмотрите, тут уже брешь в центре у нас сейчас. Эти катафракты, они просто-напросто вот это все здесь похерят вообще в полном объеме. И никакие здесь эти копейщицы кушают. Ну, только что царские мечники в Тороксах, возможно, там еще как-то будут стоять. А так, конечно, тяжело. Здесь Египту приходится. Но, тем не менее, бегают эти вездесущие копья. Наталкиваются они на восточные катафракты. Ну, а копейщики щитоносы-то... Блин. Нормальные ребята. Ну и не дает, не дает. Посмотрите, в центре повисли этих восточных... А, ну это восточные копейщики. Да, потому что катафракты уже выведены. И снова создает линию. Посмотрите, блин, как здорово маневрируют соперники вообще. Посмотреть приятно. Вроде бы все, куча мала создалась, да. А нет, смотрите, да. Снова как бы перегруппировку на ходу буквально делает Клейтон. И продолжает, продолжает бежать, бежать. Как мне это знакомо. По данным из Карла, что... Просто ты вынужден ломиться, ломиться и ломиться вперед. Тебя просто вынуждают. Ну, сейчас галатским выхватят они верблюдов от этих... Да. Что и происходит. Катафракты. Копейщиков новобранцев со щитами чаржат. Новобранцы не выживают. Выживают только вот эти... Читоносцы еще мал-мал от таких чарджей. Эх, и маленько, да. Не хватает сил Египта. Уже к красной линии подошли бы уже... Давануть бы еще пару копий бы. Да давануть бы этих товарищей. Лучше пару кав. Ну, а тут все. Это известная тема. Куда бы он сейчас не побежал, каву не догонит, стрелков не догонит. Но пока бежит в одну сторону, его обстреливают в спину. Посмотрите. Бежит. Пойдет налево, короче. Справа выхватывает. Пойдет вперед, сзади выхватывает. Ну... Конечно, что тут говорить. Раскайтили Египет. Сложно здесь что-либо было вообще предпринять. В принципе. То есть, я так думаю, любому вообще игроку. Но еще и тяжелую победу дает. Ну, результаты, что нам эти цифры... Давайте озвучивать. Вот они перед вами, перед глазами. Если кому-то интересно. Ну, посмотрите. Понятно, что кава здесь, она зарешала. И стрелки все, порошники за 30 вышли. Эти все в районе полтинника каждый набил. Ну, а наемные Радоски, блин, ну не сыграли. Один сыграл, два-то точно не сыграли. Ну, низкие лучники, в принципе, могут настрелять. Копейщицы кушат. Тоже не сыграли. Вломили им вообще по полной. Вот, считайте, ну, новобранцы туда-сюда. Вот, щитоносцы еще. Один, два, да, вот, выстояли. Галатские мечники, один мал-мал еще. Ну, а кого они рубили-то? Здесь пехота, посмотрите, четыре восточных копейщика. Пехота вообще ни о чем просто-напросто. Ну, а это царские мечники в Тораксах. Тяжелый такой отряд. Не знаю, насколько оправданно было брать его в Парфии. Итак, это у нас 1-1 счет. Так, а где третий-то был? Это вторая битва. Так, это ульда, ульда. А я неужели не закинул? Так, так, так. Ну, вот, лузитаны и цены. Да нет, три же боя было. Да, было три боя. Second battle. Не вижу, только бейте, не вижу. Итак, третий бой между Волк-Осачкерия и представителем клана ВМ. Кстати, Клейтоном играет он за Армению. И что у нас за Афиной играет Волк? И что он притащил? Первая линия, это наемные родовские прачники. Раз, два, три. Гоплиты в Тораксах. Просто гоплиты, да. Гоплиты в Тораксах. Просто гоплиты. Через один стоят они. Тораксы, гоплиты и тораксы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. Афины славятся своими гоплитами. В принципе, их можно и нужно за них брать однозначно. Здесь же и фракийские войны. И тут у нас что? Гоплиты ополченцы тут. Ну, видать, забыл его, наверное, расставить отряд. Торентийская конница на левом фланге два отряда. Торентийская конница на правом фланге два отряда. Всадники с дротиками в роли генерала. Вот такая неплохая кава. Итак, за Армению. Ну, наверное, начнем двигаться, потому что опять ничего не видно. Тут раз, восточные лучники. Два, три, четыре прашники восточные. Еще восточные прашники. Еще восемь стрелковых отрядов. Обалдеть. Максимально возможное количество горцы. Катлийские топорники. Да, кто-то говорил, что они могут, в принципе, зарешивать. Да, могут. Не вопрос. Но им нужно войти грамотно. Три, четыре катлийских топорника. Просто топорник. Знатная конница. И восточные катафракты. Кроме этого, восточные катафракты. И еще две знатных конницы. Ну, что ж, отличный выбор за Армению. В принципе, против знатные, что у нас, копейщики, да, в роли генерала. Ну, что ж, хороший выбор. Против Афин. Но гоплиты, блин, они и есть гоплиты. С ними тяжело. О, а это что тут происходит? Торентийка. Да, прозевал Клэйтон. Блин, вас свою прощу. Восточных лучников здесь. Да, один отряд вообще полностью сбежал. Второй вообще больше в половину выкосили. Блин, еще и умедряется Торентийку вытащить. Ну, это что-то, конечно. Ну, вообще безнаказанно. Блин, Клэйтон, ну как так? Все, блин, четырех Арчей сразу. Бац. Да, то есть всего сколько? Семь у нас было. А ведь бой-то еще и не начался толком. Еще и Торентийка эта вышла. Ну, понятно, у нее броня 60. Что там говорить-то? Знатная конница одну все-таки эту покосливую Торентийку ловит здесь. Нет, не ловит все-таки, выскочила она. Ну, блин, как же так. Ну, что тут жалкие остатки Востоя. Ну, нет, половина. Смотрите, половина отряда выжила. И здесь треть отряда Восточных Порошников. Так-то состав был абсолютно верный выбран. Потому что Тораксов отстрелять, блин, стрелков надо много. И абсолютно верно было взято такое большое количество стрелков. Оно, в принципе, очень даже оправдано. Ну, и оправдано взята чисто Торентийка. Потому что брать тех же всадников. Ну, опять-таки, все под этот билд, да, мы говорим. Ну, и запоздалые сейчас Восточные Прашники. Ну, а что они сейчас? Им против наемных Радоских-то и не выстоять. 29-23 урон. Понятно. Так, ну и что? Зайдут топоры или нет? Зайдут или нет? Давайте смотреть. Блин, тут у нас спагетти. Здесь у нас в три гоплиты. Где-то один. Да, кидают топорники. Да, они плохо кидают. По ХП просаживают. Ба-бах! Один уже все точно не состоялся. Второй знатные копейщики. Гену, Гену, Гену пригревать надо. Что там сосредоточиться на центре? Но вообще вошли, нужно так сказать. Насколько, как бы, это будет давать свои плоды. Да и вообще вошли, конечно. Топорники почти все. Кроме вот одного, да. Картлийский топорник вот этот не вошел. Остановили его всадники с дротиками. Ну и сейчас начнется тут еще утомительная эта перестрелка. Здорово. Восточные катафракты. И здесь, ну надо, надо кавы здесь. Давить, давить, давить. Конечно, топорники бегом. Бегом, да. Кидают они в тораксах. Ловят торентийскую каву Клейтон. Замечательные маневры. Смотрите, да, какая борьба за рубой идет на флангах. По центру здесь очень рисковали, конечно. Рисковала Армения, зайдя вот в такой вот чистый раж. Восточные прашники вызывают огонь на себя. И перестреливаются они с наемными родовскими прашниками. Но, не знаю, недолго им тут осталось. Скоро побегут. Здорово. Восточные лучники вот эти остатки отрабатывают. Да, остались бы лучи. Классно вытягивает. Посмотрите, знатную конницу Клейтона. И под тылом она сейчас с наемным родовским прашником сейчас начнет наваливать. Но, если посмотрите, на правом еще какие-то хоть шансы тут сохраняются. Конница маневрирует. На левом фланге Армении уже все. Здесь биться некому. Но, но, но. Всадники с дротиками попали под знатную конницу. Под две знатных конницы. Блин, ну тут гоплиты. Хоть и ополченцы. Против Кавы-то все равно. Они здорово зайдут. Не успеют, скорее всего, эту знатную конницу нарубить. Ого, обилку у нас используют. Что за обилка это у нас? Боевой дух. Защита ближнего боя повышается. Замечательно. Да, и показатели ближнего боя растут. Тут картлистские топорники уже со вторым, я так понимаю, отрядом этим. Да, что за ними гоняться? Блин, наверное, ну чисто по мне вот так вот косить надо этих здесь. Центр надо выкашивать. Вот здесь вот стоит уже. Что стоит? Сюда либо сюда лучше всего. Да, здесь наемные, здесь прашники эти, а здесь фракийские воины. Вот простаивает отряд. И сейчас фракийские зайдут на этих картлистских и все, их она... Да, даже если, посмотрите, не зашли картлистские топорники, как бы как нужно с чарджа, да, но тем не менее, гоплитов они дорезают. Эх, все-таки в начале боя вот эта вот фланговая атака Торентийка, и она, конечно, да. Так, а эти куда отправились наемные фракийские? Отстреляют же. Просто отстреляют. Они вообще никуда не добьетут. Наверное, они должны были вот сюда бежать, но может они по собственной инициативе. Ну и пытаются картлистские топорники здесь заходят. Посмотрите, три в один уже по тылам. На гоплитов, тораксах нет, не заходят, стоят опять они. Так, здесь у нас штокартлистские топорники и топорники. Все-таки правый фланг остается пока за Арменией. По тылам очень здорово вообще маневрирует своей знатной конницей. Клейтон разгоняет все-таки этих радостских прашников. Сохраняет он своих восточных прашников. Восточный катафрагт из 17. Здесь садники с дротиками 10. Ой, напряженный бой какой. Вот сейчас, если здесь удастся зарешать Клейтону, я думаю, он затащит Парфи. Ой, Армении. Ну-ка, 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 ну-ка. Да, да, да. Вот сейчас здесь все решается. Здесь именно сейчас. Садники с дротиками 9. 17 катафрагтов. Что, даже не вытаскивает уже. Потому что, да, есть еще топорники. Есть и фракийские эти воины. И там мигает гена знатные копейщики. Блин. Но нет, я думаю, не унидастся Армении. Все-таки здесь и гобли... Ну, хоть и ополченцы, гобли ты в Тораксах живы. Фракийцы со своим чаржем живы. Да, умирает генерал. Один и второй. Да. Что у нас здесь? Знатная конница гоняется за наемными радостными прашниками. А за этими никто не гоняется. И они безнаказанно отстреливают. Ну, конечно, пехи. Осталось больше пехи. Стрелять ее некем. Отличный бой. Прям классный поединок парни подарили. Очень здорово было. Особенно первый бой с колесами. Ну и Армения. Очень достойно. Посмотрите, как шикарно сыграли. Вот так нужно играть картлийскими топорами. Топорниками я бы так сказал. 138, 132, 120, 199. Да и топорники 87. Ну, горцы, ладно, не берем их в расчет. Но, посмотрите, 2-10 ушел. И 1-12. Ну, то есть не сыграла стрелковая составляющая. Абсолютно не сыграла. Ну, и слабый, конечно же, вот это генерал. Что уж говорить. В то время как Афины рисковали, взяв всадников с дротиками. Но, тем не менее, как бы удалось сохранить. Ну, а парачники сыграли. Гоплиты, что у нас? 160, 119, 186. Посмотрите, фракийские. 152. Абалди. Недаром полторы тысячи накосили, да? При том, что убили полторы тысячи. При том, что армия Куэттона была, посмотрите, на сотни тут слишком. На целый, на один отряд, грубо говоря, ровно на один отряд меньше. На один юнит. Ну, по количеству имеется в виду армии. Так-то одинаковое количество. А здесь, что у нас, 1400, да? На 200 меньше убито. Да, удалось все-таки перемолоть Афинам все это дело. Но, отлично тактический бой. Ну, что ж, good game. Всем пока.